Простые вещества – металлы. Из 114 химических элементов периодической системы Менделеева, 92 элемента образуют в свободном состоянии простые вещества с металлической связью. Еще в глубокой древности человек обратил внимание на особые свойства металлов. Их можно расплавить, а затем придать им любую форму, изготовив при этом наконечники, стрел и копии, щиты, мечи, посуду и плуги. На часах человеческой истории каменный век сменился веком медным, а затем бронзовым, далее железным. Все металлы, кроме ртути, в обычном состоянии твердые вещества имеют ряд общих свойств. Металлы – это ковькие, пластичные, тягучие вещества, которые имеют металлический блеск, тепло- и электропроводные. Металлам прошлого века приписывалось много чудодейственных свойств. Известно еще в Древнем Египте, семь металлов считались представителями семи планет на Земле. Золото наши предки связывали с Солнцем, серебро с Луной, медь с Венерой, железо с Марсом, олово с Юпитером, свинец с Сатурном, ртуть с Меркурием. Совпадение числа металлов, знакомых древним с числом планет, которые они видели на небе, казалось бы, подтверждало взаимосвязь земных металлов с небесными телами. Когда в XVI веке алхимикам стала известна металлическая сурьма, они долго отказывались признавать ее металлом, ведь для сурьмы на небе не хватало планеты. Михаил Васильевич Ломоносов определял металл как светлое тело, которое ковать можно, и относил это свойство к металлам, золоту, серебру, меди, олову, железу и свинцу. Лавуазье в начальном курсе химии, написанном в 1789 году, упоминал уже 17 металлов. В начале XIX века последовало открытие платиновых металлов. К настоящему времени число известных металлов возросло до 92. Пластичность. Это важнейшее свойство металлов изменять свою форму при ударе, прокатываться в тонкие листы и вытягиваться в проволоку. При этом подвижные обопуществленные электроны смягчают перемещение положительных ионов и коронируют их друг от друга. Поэтому обработка металлов с изменением формы происходит без разрушения. Самым пластичным из драгоценных металлов является золото. 1 грамм золота можно вытянуть в проволоку длиной 2 километра. Все металлы, как вы знаете, твердые при обычных условиях вещества. Исключение, как уже отмечалось, составляет ртуть, которая при обычных условиях представляет собой жидкий блестящий серебристо-белый металл. А металлы различаются по твердости, мягкие, щелочные, например, или свинец, а твердый хром – титан-молибден. Представление о температурах плавления и плотности некоторых металлов вы можете получить, если внимательно рассмотрите рисунок 45. Наличие обобществленных электронов объясняет и такие характерные свойства металлов, как их тепло- и электропроводность. Достаточно даже небольшой разности потенциалов и беспорядочно движущиеся электроны начинают двигаться строго порядочно. Лучшие проводники электрического тока – серебро, медь, золото, алюминий. В приведенном списке они расположены в порядке уменьшения электропроводности. Свободные электроны обусловливают и такое свойство, как металлический блеск. Свет поглощается с поверхностью металла, и его электроны начинают испускать свои вторичные волны излучения, которые мы воспринимаем как металлический блеск. Прекрасно отражают свет палладий, ртуть, серебро, медь. Лабораторный опыт номер 5. Ознакомление с коллекцией металлов. Физическое свойство металлов – ковкость, пластичность, тягучесть, твердость, температура кипения, металлический блеск, электро- и теплопроводность.